Всем привет! Напомню, что меня зовут Ирина. Я таролог и психолог. Рада вас видеть на своем канале. Сегодня сделаем расклад на тему, какие дороги уже сейчас открывает для вас Вселенная. Посмотрим, какие события идут в вашу жизнь, что будет меняться, с чем придется проститься, возможно. Давайте, наверное, с этого момента и начнем. Расклад, что придется оставить, что уходит от вас сегодня. Уходят какие-то тайные обстоятельства. Возможно, вы не совсем осведомлены о том, что на самом деле произошло. Или вы можете ошибочно думать, что вот такой сценарий. На самом деле здесь совершенно другой сценарий. И по рыцарю Жезлов очень невозможно, что выйдет на поверхность что-то. Причем совершенно неожиданно и очень быстро. Это резкая смена обстоятельств. Это резкое изменение вашего не столь выгодного положения сегодня. Новый этап в вашей жизни начинается. Десятка пентаклей. Новый, перспективный, многообещающий. Я бы сказала так, здесь период жизни, который на самом деле открывает многие дороги. Вы будете удивлены тому, как действительно на этом пути у вас легко все складывается. Легко разрешаются все задачи. Будете приятно удивлены тому, насколько вам комфортно идти по этой дороге. Возможно, здесь действительно большое значение имеют тайные какие-то обстоятельства. То, что мы не знаем, это является для нас часто напряжением. Не дает нам внутренне расслабиться, сделать правильный выбор, проанализировать ситуацию, начать что-то, поставить точку и что-то начать. Но эти тайные обстоятельства, они как бы сами по себе отпадают. Я не вижу, что здесь прям вот воцарится какая-то справедливость. И вы что-то узнаете. И может быть там на ваших глазах свершился бы суд. Здесь не об этом карты. По сути, вам как бы и не нужно ждать этого возмездия и вообще думать об этом не нужно. Потому что вы получаете возможность открыть новые двери. Получаете шанс встать на путь, где будет другая жизнь. Где будет гораздо больше перспектив лично для вас. Ну-ка посмотрим, что еще отходит от вас. Поясните нам тайные обстоятельства. Что там за тайны. Здесь женщина. Женщина присутствует. Скорее всего, какие-то тайные интриги, тайные манипуляции. Какие-то деяния не слишком лицеприятные за вашей спиной. Сплетни, разговоры. Стремление очернить вас. Ну вот такая личность присутствовала в вашем пространстве. Сейчас я не могу сказать, что она есть или нет. Скорее всего, даже если она есть, то уже она бессильно навредит вам. Дело в том, что вы все равно выходите на свет. Вы все равно находите свою дорогу. Как бы она ни старалась вам помешать. И поэтому все, что она делала, все преграды, которые ставила, это совершенно бессмысленно по итогу для вас. Потому что все равно по карте Солнца вы выходите на свой путь. Вы все равно обретаете счастье. Вы возвращаете себе удачу. Если, например, она украла у вас энергии. Здесь вот идет такой момент, что вы от этого прошлого ничего не теряете. Хотя, наверняка, на какой-то период времени вы оказались в паузе. Вы должны были как-то собраться силами. Потому что эта женщина нанесла вам, я вижу, по рыцарю мечей, очень такой резкий удар. Это как удар в спину. Это что-то очень неожиданное было для вас. Какой-то обман, подстава, может быть. Или вы резко для себя увидели истинное ее лицо. Может быть, у кого-то так проиграется. Что-то вас шокировало из ее действий, из ее поступков. Но на будущее ваше это совершенно никак не влияет. На самом деле. Вы потихонечку выбираетесь из этой паузы, из этой стагнации. На свет Божий, что называется. И высшие силы вам будут помогать дальше. Сохранять сильные позиции. Еще что карты расскажут. Что уходит от вас. Уходит от вас мужчина. Деяния, поступки некоего человека. Которые на эмоциях были основаны. Туз Жезлов. Карта эмоций. Угненный темперамент. Чрезмерная эмоциональность. Человек, скажем так, относился к вам вроде бы неплохо. Вы в его представлении императрица. Но такое ощущение, что... Или что-то доказать вам пытался. Или ожидал от вас ответного удара. Может быть, мести ожидал. Знаете, вот такой мужчина здесь, мечевой. Он, вот казалось бы, мечевой, да? Уверенный в себе. Если традиционная характеристика Таро. Но здесь я этого не вижу. В сочетании с тузом Жезлов. Сказать, что этот человек 100% уверен в себе. И что он действительно вот такой серьезный. И надежный. Каким хотел казаться в ваших глазах. Он таковым не является. Не является. Наоборот, этот человек не сдержан. Он очень часто не сдержан. Низкий уровень самоконтроля. Низкий уровень самодисциплины. Он не умеет принимать мужские решения. Хотя в ваших глазах пытался казаться таким серьезным, надежным. Даже в каких-то ситуациях перегибал палку со своей мужской строгостью. Чрезмерный контроль над вами. Это все, чтобы показать, какой он мужчина настоящий. Какой он жесткий, какой он решительный, какой он смелый. Как он лихо размахивает по жизни этим своим острым клинком. Но в душе читается, конечно, глубоко, неуверенность в себе. И по восьмерке кубков был уход какой-то. Был уход. Причем уход от того, что он сам считал перспективным. Вы императрица. То есть вы имели для него очень большое в жизни значение. Но вынужденный уход какой-то он совершил. Но там, где нужно было подумать 10 раз, было принято решение как будто на раз-два. Вот там, где нужно было реально что-то взвесить, не спешить с принятием решения. Он как-то погорячился. Уходит этот мужчина из вашей жизни? Ну-ка посмотрим. Уходит. Ну, тут не только мужчина. Тут еще и свита какая-то есть. Тут еще и свита. Сам мужчина очень не хотел бы уходить из вашей жизни. И я бы сказала так, что у него... Все-таки есть по карте колесо фортуны. Фортуны мысли о том, чтобы когда-нибудь восстановить с вами отношения. Но он не властен как будто бы над собой. Дело в том, что маг и четверка мечей, это карты, говорящие о том, что есть некая свита. Человеком управляют. Человеком управляют. Ну и вот, собственно говоря, башню сделали. Башню. Эта башня отразилась и на вас, и на этом мужчине. Хорошо. Эта ситуация от вас отходит? Что-то как-то не хотят нам говорить. Тяжело показывают. Тяжело. Одиночество. Ну, потому что связь была очень тесная. Вы возлагали надежду на союз с этим человеком. Разбитое сердце, полный хаос. Ну, тут, конечно, был тяжелый период в вашей жизни. Не просто было и этому мужчине. Ну, хорошо. Спросим по-другому. Шанс есть на восстановление отношений? Ух, смотрите, поворот. Поворот обстоятельств. Да? Восьмерка жезлов. Что-то неожиданное. Жезлы влетают в окно. Что-то неожиданное может произойти. Совершенно в одночасье, да, ситуация может измениться. Будьте к этому готовы. Хорошо. Давайте будем смотреть, от чего в этой истории вас уберегли высшие силы. От чего? От потери какого-то ресурса. Дело в том, что вы этот путь рассматривали как единственно верный для себя. Совершенно не замечая того, что есть у вас другие пути. Вы человек, для которого в этой жизни открыты многие двери. Вообще для очень многих людей в этой жизни открыты многие двери. Ну, для тех, кто маломальской совестью чист, да, Вселенная обычно судит нестрого таких людей, и двери открыты. Но мы часто зацикливаемся на одном каком-то направлении и не видим других перспектив для себя. Здесь как бы замысел Вселенной таков, чтобы вас перенаправить на какой-то другой путь, показать вам, что есть другая жизнь. Что вы можете реализоваться на более перспективной дороге для себя. Что вы можете иметь гораздо больше, да. То есть то, что вы хотели получить от этого мужчины, ну, в смысле отношения, да, стабильность некую. Может быть, семью хотели с этим человеком. Это как бы не является основополагающим. Ваша миссия, она еще и заключается в том, что вы должны реализовать какой-то ресурс. У вас есть ресурс, но в отношениях с этим человеком вы теряли этот ресурс. Вы теряли возможность реализовать этот ресурс свой, свой внутренний потенциал. Ну, здесь говорят о чем? Двойка кубков о том, что вот этот свой внутренний ресурс вы можете реализовать на другой дороге с другим человеком. То есть полностью раскрыться, полностью отдаться этим отношениям и получить взаимность. В отношениях с этим мужчиной здесь не было взаимности. Здесь, видите, игра в одни ворота, иерофант. Только какие-то грамотные советы, ну, грамотные в кавычках, да, что-то чрезмерно правильное. То есть этот мужчина стремился вас воспитать даже в какой-то степени, да. Вы часто могли ощущать на себе моменты психологического давления, такого легкого. Я не скажу, что он прям сильно на вас давил. Но он такой человек, он любит подчинить женщину, которая оказывается в его пространстве, любая, неважно кто, всегда подвергается его тщательному анализу. И он, как правило, для того, чтобы легче женщинами управлять, навязывает им как бы правила своей игры. Как бы правила своей игры. И вот он попытался навязать правила своей игры вам. То есть он был лидером в этих отношениях. Вам он отводил роль второстепенную. На первом месте должен был быть он и его какие-то амбиции, его мудрость некая. Ну, то, что он считал для себя мудростью, да. Он считает и считал, что он живет правильно. Вот такой мужчина. Из категории тех, кто всегда уверен в том, что только он знает, как нужно жить, как нужно делать, как нужно продвигаться в этой жизни. Мнение других для этого человека не особенно важно. Ну, особенно женское мнение. Тут вообще не важно. Тут вообще не важно. То есть в отношениях с этим человеком вы не реализовались бы до конца. Вы не получили бы того самого внутреннего комфорта, который и является ощущением истинного счастья. Когда ты рядом с человеком, понимая, что ты счастлива, да. Ну, если мужчина смотрит, ты рядом с единственной своей любимой женщиной, понимая, что ты счастлив, да, ты реализован. Здесь этого не случилось бы. И поэтому Вселенная отводит от вас этого человека. Двойка кубков. Новый человек. Паш кубков, да. Новый человек, с которым будет реализован ваш ресурс. Отводит ли от вас Вселенная этого человека? Отводит. Закрывается дверь. Закрывается эта дверь. Потому что хаос, да. Потому что нет постоянства. Этот человек сам не постоянен. Он производил внешние впечатления от того, что он очень стабильный. От того, что он очень стабильный. Ну, хотел, видимо, как-то вам понравиться. Мужчины часто играют в такие игры, когда предстают перед женским взором и такими мудрецами, знающими, как быть успешным, как сохранять сильные позиции, как всегда выигрывать. Этот человек привык выигрывать. Но выигрывал он, я думаю, не так и часто. Если это честная игра, конечно. Выигрывал он в нечестных играх. Там, где он либо сам диктовал правила, либо в своей компании. Здесь есть социум, я говорила. Там есть люди. Там есть свита. Вот если свита играет в какие-то игры, он там участвует. И он понимает, что он там имеет вес. И он там всегда выиграет. У человека мог выбор встать между вами, вашими отношениями. Вы императрица, да? Вы цены для него были. И между его свитой. Это круг близких людей. Это круг друзей. Кто-то, кто не приемлет вас как личность. Кто не принимает ваши энергии. С кем у вас диссонанс. Вот почему конфликты возникают между людьми. Потому что разные наборы энергии. Разные планы на эту жизнь. Да, разные способы достижения целей в этой жизни. Кто-то предпочитает честную дорогу. Кто-то, ну и там, и там, да. И вашим, и нашим. А кто-то занимает принципиально негативную позицию. Ну вот свита эта, какую позицию занимала? Давайте посмотрим. Ну, позиция по колеснице, да. Вперед и только вперед, переступая через все нравственные законы. То есть, нет каких-то святых вещей, скажем так, для этих людей. Их не остановит какая-то нравственная мораль. Вот не остановит, да. И вот это ощущение того, что их совесть запятнана, знаете, не лишает их спокойного сна. А вы человек какой? Вы какой человек? Вы человек думающий. Вы здесь сразу подумаете. А чем это для меня обернется? А не придам ли я кого-то своим поступком, да? А не пойду ли я против своей совести, сделав что-то? Вот вам разница. Вы не готовы перейти черту, если у вас нет уверенности, что это не принесет вам дополнительной проблемы в жизни. Вы уважать себя перестанете, если переступите через собственное я, через свою совесть. Вы же спать ночами не будете. А они нет. Переступят и ах не скажут. Вот уберегли высшие силы вас от этой свиты, потому что, ну, даже если мужчина к вам относится замечательно, он все равно будет находиться в этих энергиях. Он не откажется от общения с родственниками. Он не перестанет мыслить своими какими-то личными категориями, да? Потому что в его голове есть программа. Деструктивная программа, конечно, заложенная этой свитой. Почему деструктивная? Ну, потому что идти на пролом по карте колесницы – это деструктив. Это путь в никуда. Да, в какое-то время будут победы, и, возможно, долго, и долгие годы могут быть победы. Но по итогу эта тактика закончится тем, что они упрутся в стену. И не стену пробьют, а стена разрушится. Придавит их своим весом. То есть придется отвечать рано или поздно за вот эти нарушения законов мироздания. Какие дороги сейчас у вас открываются после того, как закрылось вот это? Какие дороги? Во-первых, дорога, связанная с карьерным ростом. Восьмерка Пентаклей. Так, подвешенная ситуация пока присутствует. Какая-то дверь не может пока у вас открыться. Ну, шестерка Жезлов. Хорошая карта, замечательная, я бы сказала. Здесь, во-первых, карьерный рост. Вот может быть, кстати говоря, тот нереализованный ресурс, который, скажем так, не находил выхода, когда вы были в отношениях с тем мужчиной, он на этом новом пути найдет выход. Тот человек никогда не дал бы вам возможности полностью реализоваться. Вот полностью. Вот полностью. Даже если вы были реализованным человеком в сфере бизнеса, работы, вы, наверное, вспоминая то время, или если сейчас у вас эти отношения сложные, вы, если подумаете, да, поймете, что этот человек тянул вас назад. Вот до него все было проще. Как появился он, как будто куда-то начали деваться ваши энергии, ваши силы. Вот утекает энергия, да. Потому что мужчина ее поглощает. Вы пытались его тащить за собой. Или пытаетесь до сих пор. Но женщины как? Сердца любящие, сочувствующие. Надо помочь человеку, да. А по итогу идет откачка ваших энергий. Или была в прошлом. Но новый путь ознаменуется для вас открытием новых возможностей в сфере работы. Кто-то кардинально изменит работу. Кто-то займется своим делом, да. Откроет бизнес, может быть. Кто-то пойдет на повышение. Потому что вы освободитесь от вот этого вампира. Ваши энергии будут направлены внутри вас. Они будут питать ваш ресурс. И подъем будет быстрым и стремительным. Вот я подумала, о чем карта повешенная. Наверное, как раз об этом. Вот пошла такая информация. Застой этот человек принес вашу деятельность по саморазвитию. Застой. Или же, если, например, вы не особо хотите реализовываться в карьерном плане, то этот человек, этот мужчина принес вам вообще в жизни застой. Вот ваши дела просто остановились. Вы не чувствуете свободы личностной. Я говорила, этот человек оказывает уметь психологическое давление. Делает это тонко. С женщинами работает тонко. И вы могли не заметить даже, как оказались в его плену. Карта повешенная. Человек на крючке. Человек взятый в определенный круг. Замкнутый круг. Вас замкнул этот мужчина в этом пространстве. В каком-то пространстве. Может быть, кто-то бросил работу даже ради любви, ради семьи. Ради этого мужчины. Потому что я вижу, что у вас некий круг образовался. Замкнутый. Тесное пространство. Рамки какие-то. Но сейчас уже открываются у вас двери для самореализации. И для ощущения внутренней победы. Вот внутренняя уверенность вам нужна. Этот человек лишил вас уверенности в себе. Уверенности, может быть, в женской привлекательности. Может быть, еще в чем-то. Я не знаю. Вы потеряли веру в себя в этих отношениях. Но по шестерке жезлов обретете эту уверенность. Это будет хороший настрой на успех. Это будет серьезная заявка на более счастливую, успешную жизнь. Еще какие дороги у вас сегодня открываются. Ну, карта Император. Серьезные вершины. Серьезные вершины могут быть вами в будущем достигнуты. То есть вам Вселенная дает понять, открывая вот эти двери, эти дороги, дает понять, что ваш ресурс, он не имеет границ. Вы можете достичь в жизни самого высокого уровня. Вот самого высокого, которого только хотите. Для вас нет ограничений. Вам дано очень много. Вы мечевая королева. Вы обладаете знаниями. У вас хорошее образование. Хорошее воспитание. Вы человек, живущий, зная, куда вы идете. У вас таких ситуаций, когда вы не знали, куда вы идете, что делаете, было очень мало. По пальцам пересчитать можно. В основном вы всегда ориентируетесь очень неплохо, даже тогда, когда тубяковые ситуации, когда сложно решить какую-то задачу. Вы все равно находите со временем какие-то варианты для себя. То есть вы обладаете очень хорошими энергиями, которые позволяют вам пробиваться в жизни, открывать даже те двери, которые перед вами захлопываются. Если та дверь, которая вам нужна, не открывается, вы сумеете открыть другую дверь. Вот найдете вы эту дверь, отыщете, ее откроете, но не останетесь как бы в унизительном положении. Но вы эту уверенность почему-то с этим мужчиной утратили, эту уверенность в себе, в своей ресурсности, в своей уникальности. А вы действительно личность уникальная. Однозначно, вы личность уникальная. Но так себя не ценили с этим мужчиной. А у него-то самооценка зашкаливала, он себя иерофантом видел. Вы остановились в своем развитии, самосовершенствовании с этим человеком. Он вам не нужен. Какие дороги еще открываются у нас? Ух ты, смотрите, удача, благополучие, расцвет. Быстрая смена событий. Интересная, насыщенная жизнь, когда колесо фортуны вертится быстро. Быстро события сменяют одно другое. То есть одно событие как бы становится предпосылкой для удачного следующего события. На базе одного выстраивается другое. Это подъем вверх. Вот это ваш сценарий жизни. Понимаете? Вот это ваша дорога, где вы должны реализовать свой потенциал. Не прятать его внутрь, пытаясь подстраиваться под мужчину, который за счет вас хочет самореализоваться. Который за счет вашего падения пытается поднять свою самооценку. А быть самой собой. Вы сильный человек, наделенный мощным внутренним ресурсом. И на новой дороге вас ждет просто замечательный потенциал. Туз Пентаклий, девятка кубков. Осуществление тех желаний, о которых, возможно, вы позабыли уже. Вы уже перестали верить в это. Ну потому что, если рядом с нами вот такой человек, потребляющий наши энергии, мы становимся такими. Если рядом пассивная энергия, мы становимся тоже пассивными. Мы в этом потоке пребываем. Нас затягивает этот пассивный поток. И Вселенная заканчивает этот совершенно пустой, никому не нужный сценарий отношений для того, чтобы открыть вам на что-то глаза, возможно. Либо просто перенаправить вас на какой-то другой путь. Причем по Верховной Жрице, ведь в тех отношениях было у вас больше вопросов, чем ответов. И в отношении самого мужчины, и касательно его каких-то конкретных поступков. И касательно его свиты, которые вы, наверное, прекрасно знали и понимали, что они из себя представляют. Ну, чувствовали-то уж точно, да, интуитивно. Может, фактов у вас конкретных не было на руках, но чувствовали, что что-то они там крутят, вертят, нечистое. Восселенная уходит, уводит от этого всего. Закрывает вам дверь навсегда в эти энергии, где вы больше теряли, чем реализовывали. У вас пауза в жизни будет или есть в данный момент у кого-то? Пауза, которая, конечно, будет сопряжена с моментами сложного такого внутреннего психоанализа по карте Луна, да, с сомнениями, со страхами. А как я буду, как же моя будущая жизнь, да, есть ли моё будущее вообще без этого человека? Это тяжёлый достаточно период вашей жизни, но он заканчивается. Он завершается, и для вас открываются новые дороги, новые перспективы, новые возможности. Причём, я же говорю, вы будете удивлены тем, насколько по жизни вам дальше будет вести. Вот реально везение какое-то. Колесо фортуны, девятка кубков, везение, счастливый случай, да, туз, пентаклий. Какие-то обстоятельства, которые сами по себе выводят вас на новый уровень жизни. Всё как бы то, что вам нужно, оно будет вам даваться свыше. Вот что значит человек находится на своём пути, на своей жизненной дороге, где и высшие силы помогают охотнее. Да, потому что человек проживает свою жизнь, вы реализовываете свою миссию, а не пытаетесь там под кого-то подстраиваться. И не цепляетесь за какую-то стабильность, терпя, жертвуя собой. Жертва никому не нужна. Ни Богу, ни Вселенной, ни нам самим. Вселенной нужна уверенная в себе Личность, которая готова выполнить тот ресурс, отработать тот ресурс, который дан изначально. Поэтому ни перед кем не жертвуйте, не преклоняйтесь, реализовывайте свой ресурс, ищите себя, если вы пока ещё в поисках, вы найдёте себя. Карты хорошие. Серьёзная заявка на успех есть у вас. И практически уже в кармане. Итоговая карта. Итоговая карта. Ну вот карта, одна из моих любимых. Девятка Пентаклей. Карта внутреннего благополучия, внутреннего комфорта, психологического комфорта, энергетического комфорта. Просто карта спокойной жизни, когда у человека есть всё, что нужно. Девятка Пентаклей. Казалось бы, карта не очень крупная, но говорящая о стабильности, такой желанной, о той жизни, которая позволяет и себя реализовать, и иметь с точки зрения материальных ценностей столько, сколько необходимо. И при этом ощущать свою значимость в этом мире. Понимать то, что ты отдаёшь в этот мир доброе, светлое, чистое. Понимание того, что тебе есть что отдать. Так вот вам будет что в этот мир отдать. Потому что тот ресурс, который вы воплотите, вы реализуете, вы отдадите во Вселенную. Вселенная отдаст вам, отплатит с торицей за это. Вам будет что отдать. Вам будет что и получить. Человек, который отдаёт вечное, доброе, светлое, получает это во много раз умноженное от высших сил. Когда вы были в состоянии жертвы, вам отдавать было нечего. Или если сейчас такая у вас ситуация. Вам отдать сейчас нечего. Что вы чувствуете? Вы еле-еле дотягиваете до вечера, приходите домой, падаете на диван, потому что из вас вытянули все силы, все энергии. И на работе, и эти отношения с этим мужчиной. С этим иерофантом, который продолжает вам внушать какие-то мудрые мысли. Вам отдать нечего. И поэтому ждать удачи свыше, каких-то шансов, возможностей бессмысленно, сколько бы вы не смотрели расклады. Только человек, умеющий отдавать свой ресурс, реализовать себя, почувствовать своё место в определённой нише, в своей нише, может быть успешным, удачливым, сказать, что да, мне здесь комфортно, мне хорошо, я иду по своему пути. У меня есть всё, что мне нужно. У вас серьёзная заявка на такую жизнь есть, на вот это ощущение внутреннего комфорта есть. Такая заявка есть, шанс есть. Дерзайте. Удача на вашей стороне, высшие силы на вашей стороне. Всех благодарю за просмотр, надеюсь, что данный расклад воодушевил вас, немножечко пробудил тех, кто сегодня в стагнации, в паузе. Планируйте свою жизнь, стремитесь реализовать свой ресурс. Просто живите своей жизнью. Ищите то, что вы могли бы отдать. Моменты, ситуации, обстоятельства, какие-то знания. Всё, что вы можете отдать для улучшения этого мира и ментального. И Вселенная даст вам новые возможности, предоставит новые двери и перспективы. Вот такой расклад. Надеюсь, информация была вам полезной. На сегодня всё. Всем пока. До новых встреч.